следовательно хороший мед он не может стоить белорусских 7 рублей за пол литровую баночку ну не может такого вы сами посчитайте 10 килограмм меда за сезон с улья 10 килограмм значит мы знаем что в литровой банке находится тело 400 меда то есть это даже меньше 10 литровый банк меньше 10 литров даже предположим это 8 литров до 8 литров умножим на рынке продают 12 14 рублей можно на 14 рублей хорошо 8 4 8 32 это миллион 120 120 рублей 11 120 рублей практически белорусский а старые деньги миллион двести подумайте сколько сил времени затрачивает пчеловод и будет ли он за такие копейки продавать свой натуральный никогда в жизни я свой мед не продаю вот так налево направо на рынке только знакомы и те кто действительно хочет пробовать настоящий вкусный продукт конечно мне мед стоит дорого ну относительно дорого того который стоит на рынке дешевый но тем не менее это натуральный продукт настоящий мед не засахаривается в камень вот белый камень желтый камень который мы видим на рынке до марта апреля следующего года ну логично стоит предположить почему это так происходит если бы мед в камень засахарился как бы его всю зиму ели пчелы то есть они не могут каменный мед почему считается вот рабство мед плохо в зиму лучше забрать рабство мед у пчел на зиму которую все сохранили и дать им сахарный сироп да это лучший вариант почему потому что на этом меде они не смогут прошить достойно свою жизнь потому что сахар очень сахар очень быстро твердеет этот раб свой мед как и вересковый и пчелы не могут его расщепить на воду и нектар необходимый для их существования тем самым в улье весной мы открываем улей полон меда пчелы все мертвые почему потому что не вот такую вы мы подлянку им подсунь далее есть на тему прав самим это неправильно вот такие вот нехитрые способы я теперь думаю что вы понимаете что настоящий мед купить на рынке у вас не удаться ищите пасеки ищите людей идеально если вы найдете заброс просто это будет для вас счастье если вы будете забросов мед так называемый найдете эти отходы откачки меда это будет по крайней мере натуральный мед то есть ищите конечно но гарантирую вам что не на рынке в интернете и где-либо вы найдете натуральный хороший мед на стороне хороший мед не продают пчеловод оставляют а продают фейковый сахар который мы едим и думаем что конечно потом говорят почему мед мне не помогает при простудно конечно сахарный сироп вам не помогает потому что полезных свойств в этом сахарный сироп нет вот поэтому следите за моим каналом подписывайтесь я буду рассказывать многие полезные вещи я стараюсь конечно расскажу вам как сделать так чтобы или отличая избавиться народным методом чтобы не было там химический добавок потому что все что мы добавляем челом химикатов этот химикат потом опять попадает мед этот мед наш организм и мы опять болеем вместо того что получать полезную и ценную пользу от натурального пчелиного меда до встречи